На канале Scandless Games ты сможешь найти всё о современных играх. Различные трейлеры переведены на русский язык. Также сможете следить за новостями и узнавать, когда же выйдет новая крутая игра. Поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. Сегодня, ребята, мы будем продолжать выживать. И также, если вы хотите видеть новую серию завтра в 10 часов утра, то не забываем ставить лайки на вот это видео. Набираем 3000 лайков и я вам обещаю, что новая серия выйдет завтра в 10 часов утра. Если, конечно, вы хотите новую серию, просто не палитесь, ребята, это всего лишь одна секунда, чтобы поставить лайк. Это очень быстро, а мне будет очень приятно. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. И делитесь этим видео в социальных сетях, вконтакте, скидывайте эту ссылку на это видео своим друзьям, приглашайте их на канал, на видео, на этот сезон, чтобы больше людей знало, чем мы занимаемся в нашем сезоне с модом на покемонов. Да, ребята, сейчас мы, в принципе, сразу же будем продолжать. И, как вы знаете, ребята, в предыдущей серии я делал небольшой такой опрос. Как вам больше всего нравится, чтобы мы делали вот эти фигни? Я даже не знаю, как это назвать, потому что это даже на Майнкрафте не смахивает, потому что, как видите, а с этим модом, крутым этим модом, вот эти блоки даже не кажутся, что это Майнкрафт. Потому что они то ли выкругленные, то ли пуклые какие-то, то ли выпуклые какие-то. И это, если честно, очень даже круто, потому что, ну, не каждый день можно такое сделать в Майнкрафте. Поэтому, ребята, мы, в принципе, будем что-то думать, что-то гадать и будем продолжать строить наш дом. потому что это уже вроде девятая серия, а дома у нас до сих пор еще нет. Если честно, он, ребята, очень нам нужен, он очень нам нужен, потому что у нас уже есть много ресурсов, если учитывать то, что это девятая серия. На это, конечно, нужно иметь свой склад, чтобы мы смогли складывать вещи, которые нам, в принципе, сейчас не нужны, чтобы мы просто их могли хранить в инвентаре, ребята. Да, вот так. Поэтому нам нужно как можно быстрее, знаете, что вот это, в принципе, можно будет выкинуть. Поэтому нам нужно будет как быстрее взять вот это и переделать нужные нам блоки. Вот наша шахта большущая. Переделать нужные нам блоки и, ребята, сделать то, что нам нужно, если вы, в принципе, понимаете, о чем я говорю. А у нас тут уже места не хватает. Это очень плохо, потому что, как видите, у нас уже очень много всяких вещей, и нам их уже просто-напросто некуда девать. Кстати, что у нас тут с нашими, что у нас тут с нашими, ребята, апреконами творится? А что нам? Потому что нам нужно их выращивать как можно активнее, ребята. В принципе, да, мне даже в сообщениях, в комментариях писали под предыдущей серией, то, что, молодец, ты же можешь использовать костную муку, потому что у нас, в принципе, много костей есть, мы уже нашли много сокровищниц. Да, я могу это использовать, но буду использовать чуть позже. Чуть чанки. Вот, перезагрузил. Ну, не знаю, что там с ними, с этими чанками. Я буду использовать костную муку для того, чтобы, конечно же, выращивать... Эм... Для того, чтобы, конечно же, выращивать апреконы, чтобы они, в принципе, нормально были. Я не представляю, что это за хрень, а? У меня первый раз такая аномалия нафиг в моем городе. Я даже перезагружаю чанки, но они ничего не делают. Что-то это меня напрягает. Главное, чтобы эта тут хрень не осталась. Не осталась. Во, замечательно. А то, прикиньте, было бы наше королевство покемонов с такой большущей, какой-то бездонной дырой в центре нашего королевства. Было бы, если честно, вообще не круто. И что нам нужно сейчас делать, ребята? Вот эти выпуклые-впуклые, как вы меня просили, как вы мне советовали, как вы мне говорили то, что будет лучше смотреться. Поэтому, ребята, специально для вас я сейчас поставлю. Это действительно очень круто смотрится. Нам нужно это все вот так поставить, да? А сюда, в принципе, я так думаю. Вот сюда. Дай мне поднять нафиг вот этот блок. Вот так. А сюда на низ можно поставить вот так. Замечательно. Знаете что, ребята? Я пытаюсь разбавлять наш сезон с модом Pixelmon, да? Чтобы не только прокачивать покемонов. Потому что, ребята, кто не смотрел предыдущий сезон, тот, наверное, не знает то, что... Самая большая ошибка предыдущего сезона была в том, что мы занимались только одним качем. И хоть это звучит то, что, в принципе, так оно и должно быть, это же модно Pixelmon, но, ребята, это совсем не так. Было очень все плохо с нашим предыдущим сезоном, потому что за... Ну, он очень быстро надоел. Он настолько быстро надоел, что я решил его как можно быстрее закончить, потому что я уже просто-напросто не мог его, ребята, продолжать. Продалживать. Он уже был настолько скучный, и мы в нем только то и делали, что просто прокачивали покемонов. И в этом просто-напросто не было никакого смысла. Да, ребята. Поэтому в этом сезоне нам нужно делать какое-то разнообразие. Пойти покачаться, пойти кого-то словить, пойти что-то построить и просто поговорить даже, ребята, да. И знаете, пока я... Опять не забыл. В эту субботу, сегодня у нас пятница, кто, смотря кто, когда смотрит видео, но это видео вышло в пятницу. В эту субботу, в 3 часа дня и в это воскресенье в 3 часа дня, 2 дня подряд, у меня будет стрим на Твиче. Я уже ссылочку на этот стрим оставил в описании, ребята. Заходите и ждите стрима, потому что я там буду общаться со своими подписчиками, играть в Майнкрафт, делать сезон про Pixelmon, так же может возможно... Так же можно возможно, или что я там сказал, новый сезон с Crazy Craft там будет, ребята. И в принципе многое другое. Поэтому приходите, я вас всех там буду ждать. И знаете, куда я хотел отправиться? Я хотел отправиться в горы. Где горы? Горы, вот тут. Почему в горы? Потому что мне нужна ель, ребята. Мне нужна ель. А точнее вот эти еловые доски. Я хочу просто посмотреть, как будет выглядеть дом с одними досками и как будет выглядеть дом с другими досками. И вы, ребята, наверное, сейчас мне в этом будете помогать, потому что я, если честно, сам не знаю, насколько это будет хорошо выглядеть. То есть, я сейчас одну сторону дома сделаю с одной, ну, с одним примером, да, то есть с еловыми досками, а другую часть с дубовыми досками. И мы посмотрим, какая часть намного лучше выглядит. В принципе, оно так и должно быть, ребята, потому что я спрашиваю у вас свое мнение, ваше мнение, точнее, не свое мнение, а ваше мнение, чтобы вы сказали и, в принципе, посоветовали мне, как будет намного лучше смотреться. И мне кажется то, что этого уже достаточно. Вот этого... Упади. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, зараза остался там. А, в принципе, этого достаточно, действительно. И мы сейчас отправимся домой. Вот сюда. Как меня этот дом уже заколебал. Мы его стыкзили у какого-то носатого. Выгнали его медного со своего же дома. И забрали его дом у него. Ребята, нужно будет его потом вернуть. Но после того, конечно, после того, как мы сами съедим. Потому что с мужиком я жить вряд ли буду. С мужиком я вряд ли буду жить в одном доме. Поэтому, прости, чувак, но нет. Ну, нет. А что мы с него выбили? Апсоу-балбл. Это что такое? Апсоу-балбл. Апсоу-балбл. А почему мы с покемона выбили шапку? Нифига себе. Это типа мне так повезло, что мы с обычного покемона выбили шапку? Ладно. Ладно. Допустим. Допустим. И знаете... О, там еще один желтый. Да, там еще один желтый. Но вот, что я хотел, ребята, сказать. Давайте мы сейчас попробуем сделать одну часть дома с одними. С одной, точнее. Ну, с одними досками, да. А другую часть с другими. Вот, возьмем вот эти. И поставим, ребята. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Потому что я хочу убедиться, что я правильно делаю. Вот так, ребята. Хм. Ну, если честно, сейчас большой разницы незаметно, потому что солнце светит. Но мне почему-то кажется, что вот это будет намного круче. Еловые доски, мне кажется, намного круче смотрятся. Как вы, ребята, думаете? А вот, допустим, сейчас еще мы стекла сделаем. Быстренько сделаем стекла. Сейчас уже вот с этой, вот с этих, да. И четыре, да, пускай будет, да. Сделаем вот так. Это выкинем. И посмотрим, как это будет смотреться. Сейчас, ребята. Вот так. Посмотрим, как это будет. Ну, конечно, такие себе окна. Я думал, а там же можно вроде другие делать, если я не ошибаюсь. Или нет. Или да. Вот эти, допустим. Можно там делать какие-то другие. Мне просто интересно. Вот так. Что это за окна? И что они нам дадут, ребята? Сейчас нужно будет это посмотреть. Нужно еще как-то научиться вот это ломать, чтобы нормально ломалось, да. И давайте посмотрим, что это будут за окна. Вот так. И вот. Эм. Нет. Не вот так. Не вот. Не вот. А, да. Во, поставил. Поставил. Замечательно, ребята. Поставил. И да, так намного лучше. Так намного. Офигеть, как выглядит. Прикольно выглядит. Да. Вот это у меня, например, в кухне, когда я жил в Украине, всегда вот так было. То есть одно большое окно. Потом тут одно маленькое сбоку. Маленькое тоже вот открывается. А сверху еще одно маленькое окно, которое называлось вроде форточка. Если я правильно помню. Может это по-украински, может по-русски тоже оно так называется. Но у меня оно, ребята, называлось вот так. Так, в принципе, у меня всегда вот такие окна были, ребята. Не знаю, как у вас, но мне кажется, что это прикольно выглядит. Но, если честно, еще до сих пор не понял, как нам лучше сделать... Так, иди сюда. Как нам лучше сделать... Вот. Или вот... Мне кажется, все-таки с этими досками, ребята. Силовыми. Да. Я решил... Вы, в принципе, ребята, тоже можете сейчас написать в комментарии. Я, конечно же, прислушаюсь к вашему мнению. Если вам больше все-таки понравится с обычными досками, то я, конечно, поменяю опять на обычные. Но у меня есть такое ощущение, впечатление, то, что с силовыми досками намного красивее смотрится. Не знаю, ребята, как вам. Но мне действительно вот так кажется. То, что это действительно вот так. И, в принципе, мы сейчас еще можем сделать... Где это у нас было? Это у нас с той стороны было. Поэтому сейчас сделаем вот сюда. И еще раз сделаем вот эти две... Вот эти... Нет. Да, вот это. Так, да. Вот это... Вот эти окна. Что-то я сегодня разговаривать не могу, ребята. Не знаю, почему так перебиваюсь часто. Но все же... Пока я не знаю, почему это вот так таким боком поставилось. Но... Вот. Замечательно у нас с этой... Да, у нас с этой стороны также, ребята. Мне кажется, что действительно красиво выглядит. Да. Мы еще можем с этой стороны также попробовать. Потому что я не знаю, как это будет выглядеть, если мы с двух сторон попробуем сделать одно и то же. Сколько у меня нафиг? Вот никогда у меня инвентарь чистым не будет. Не. Не. Хотя... Хотя почему нет? Сейчас, ребята, мы попробуем. Сейчас мне нужно нафиг вот этот весь хлам повыкидывать со своего инвентаря. Инвентаря, потому что у меня там такой бардак творится. То, что можно просто сойти с ума, ребята. Можно просто сойти с ума. Так, давайте вот это поставим. И один... Два. Мне кажется, так даже нам... Да! Мне кажется, так намного даже круче, ребята. Как вы думаете? Вот что-то мы продвигаемся. Что-то мы продвигаемся, что-то пытаемся строить, что-то пытаемся вообще придумывать. Мне кажется, что что-то у нас да получается пока что, ребята. Не знаю, как вам, но мне что-то в этом роде кажется. Тут еще можно будет как-то по-другому это сделать. Вот, допустим, сейчас мы сделаем, ребята, тут... Вернись сюда. Нужно сейчас реально чистить этот инвентарь полный хлама. Вот, смотрите, ребята. Вот эти доски. Хм... Давайте вот с вот этими попробуем, да? Давайте с вот этими попробуем. И посмотрим, как это будет вот сюда и вот сюда. Да, вот так намного лучше. Так намного лучше. Больше так места. Больше места. Вот так, да. Мне кажется, что так еще круче. Поэтому, ребята, знаете что? Давайте мы сейчас быстренько отправимся хоть куда. В горы. Да, да. Отправимся в горы и выкинем с этой горы куда... О, красный. 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 Нам нужен красный. Если бы у меня место было на этот красный, было бы вообще круто. Выкидываем нафиг вот это. Да. Сейчас пойдем вот сюда в воду и выкинем вообще все то, что нам сейчас мешает. А мешает нам, если честно, много чего. Выкинем вот это. Вот это. Вот это. 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 И вроде, в принципе, все. Да. Давайте даже вот это выкинем, потом, если что, еще сделаем. Да. Все. Замечательно. А то столько места в инвентаре это все занимало, потому что с ума можно сойти. Так, выбираемся. Дай мне выбраться нафиг. Дай мне выбраться. А нам, конечно, поможет... Челезар! Ты как-то вообще неудачно туда запрыгнул. Вот так, замечательно. И сейчас мы даже попробуем, ребята, найти какие-то лаки-блоки. А, может, даже пуккеболы, которые валяются на земле. Нам нужно именно лететь в то место, где мы еще не были. Мы не были где-то, ребята, еще в том месте. И знаете что? Мы сейчас будем пролетать над вот этим лесом. Мистическим лесом. Почему мистическим? Потому что тут может заспавиться Иви. Я слышу, конечно, только Одиша. Одиш, если честно, нам нафиг сейчас не нужен. Ну, Тедюрса. Ну, как вам сказать? Ну, не очень он не хочется, как второй покемон. То есть... Это Одиши. Так, сейчас. Иди, иди. Вот, Одиши. Не очень мне хочется Тедюрсу ловить, как второго покемона. Если честно, не вижу в этом вообще никакой необходимости. Лучше мы действительно попробуем словить кого-то другого. или найти, ну, не знаю, какой-то остров. И в острове попробовать словить... О, болт на дереве. Они даже на деревьях спавятся. И на острове попробовать словить какого-то сквиртла. Или там еще кого-то. Кто получится, кто заспавится, ребята. Я, если честно, даже не знал, что вот эти покеболы могут спавиться даже на деревьях. Это немного странно выглядит. Потому что, по идее, они бы должны были где-то спавиться под деревьями. Но не на деревьях. Кстати, мы еще одну вот эту нашли. Так, деревню. Ничего тут больше нет. Мне кажется, то, что ничего. Так, да, ребята. Мы нашли еще одну деревню. Сейчас давайте посмотрим, что мы тут сможем... Там еще один покебол. Что мы сейчас сможем отсюда выловить. Ну, пускай будет. Пускай будет. Заберем. Да. Заберем. Потом выложим в сундучки. И давайте мы еще заберем вот этот покебол. Может он нам дать сейчас какой-то эксперт шер или еще что-то. Премиум бол. Ну, сойдет. Учитывая то, что у нас в данный момент нет никаких болов, то то, что нам выпадает бол вот с этих фиготней, с этих покеболов, то это очень даже замечательно. Это очень замечательно. И сейчас, ребята, мы отправимся куда-то вот туда. Да. Возьмем вот это. Возьмем вот это. Черненький. Возьмем беленький. И потопаем куда-то туда. Знаете что, ребята? Я в этой серии... Вот давайте сделаем вот такой эксперимент. Ребята, кто еще сейчас смотрит? Кто сейчас смотрит, я хочу сделать эксперимент. В чем заключается этот эксперимент? Его название будет такое. Хотите ли вы длинные серии? В чем суть? Я несколько серий назад читал комментарии, и кто-то там предлагал, я не помню имя, прошу прощения, но кто-то там предлагал, мол, Эдисон, делай очень долгие серии Пиксельмон, потому что они нам нравятся. То есть кто-то говорил, даже пару людей там было, которые писали, чтобы я делал какие-то длинные серии по Пиксельмону, потому что они им нравятся. И вот в этом, ребята, я хочу делать опрос. То есть действительно ли вы это хотите? И подумайте ли? Поэтому, ребята, знайте что. Это экспериментальная серия, я никого не заставляю. Но давайте сделаем так, ребята. Если мы наберем... Опа. Нет, это не Бульбасавр, это его вторая эволюция. Давайте, ребята, сделаем вот такой небольшой эксперимент. Если мы наберем 3000 лайков на вот этой серии, то завтра, как обычно, в 10 часов утра выйдет новая серия. То есть в 10 часов утра выйдет новая... Ни хрена себе у него фусил покемоны. Охренеть, ребята. То в 10 часов утра выйдет новая серия, да, как я уже сказал. А если мы сможем набрать 4000 лайков, давайте просто ради эксперимента. Чтобы просто-напросто сделать небольшой эксперимент и убедиться, что вы действительно хотите видеть большие и длинные серии, которые будут длиться по 30-40 минут. Поэтому, ребята, знайте что. Давайте сделаем эксперимент. Если на вот этой серии мы с вами сможем набрать 4000 лайков до завтрашнего дня, то я вам обещаю то, что, во-первых, завтра выйдет новая серия в 10 часов утра. Во-вторых, она будет длиться минимум полчаса. Минимум полчаса. И это, ребята, если вы этого хотите, я даю вам выбор. Как видите, ребята, я советую со своими подписчиками. Я, конечно же, у вас спрашиваю ваше мнение. Если вы хотите видеть каждую новую серию Pixelmon каждый день, которая будет длиться по 40 минут, все зависит только от вас. А на этом, ребята, мы, в принципе, сейчас будем и заканчивать. Я вот как раз под конец сделал такой опрос, хотите ли вы этого или нет. Ну, в смысле, хотите ли вы новую серию или нет. Поэтому, ребята, 3000 лайков. Завтра в 10 часов утра выйдет новая серия. Не поленитесь поставить лайк. Если мы сможем набрать 4000 лайков за сегодняшний день, то я вам обещаю то, что завтра выйдет новая серия в 10 часов утра. И то, что она будет длиться не 15-16 минут, а я постараюсь для вас убить практически целый час, ребята, чтобы записать одну серию. Поэтому думайте вы. Ребята, буду рад вашему лайку. Какой красивый нафиг тут вид, а? Буду рад вашему лайку. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. И также делитесь этим видео со своими друзьями. Делайте репосты ВКонтакте. Скидывайте себе на стенку. Скидывайте вашим друзьям, если вы, конечно, имеете желание, чтобы больше людей пришло на сезон. И чтобы больше людей узнало, чем мы тут занимаемся. Поэтому, ребята, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Вы большие молодцы. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходят каждый день. И я буду рад, ребята. Если вы их будете смотреть каждый день, да, не ленитесь. Приходите, вам всегда тут рады. И, ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.